Добрый день, вы смотрите программу «Экономикс» и сегодня у нас в гостях представители Акбарсбанка. Начальник отдела подбора персонала Петрова Елена Александровна. Елена Александровна, добрый день. Добрый день, рада быть у вас в студии. Добрый день, Елена Александровна. И первый вопрос такого общего характера. Как реализует Акбарсбанк, самый крупнейший банк в республике Татарстан, кадровую политику? Как поддерживает молодых специалистов в области финансовой сферы? И хотелось бы начать именно с вопроса о поддержке молодых специалистов. Как можно реализовать себя в вашем банке и какова политика банка в этой области? Политика банка, естественно, направлена на привлечение трудовых ресурсов. В частности, нам всегда интересно работать с молодежью. Мы имеем ряд вакансий, которых заполняем только молодыми специалистами, которые закончили высшее учебное заведение. И в данном случае, так как мы являемся головным офисом банка, мы можем приложить достаточно большое количество альтернатив по направлениям деятельности. Это и классические экономисты, классические банкиры, это люди, которые занимаются финансовым анализом, аудитом, внутренними комплайнс-проверками. Соответственно, люди, которые занимаются маркетингом, разработкой продуктов. Ну и классическое, наверное, направление, которое в наибольшей степени понятно всем, это люди, которые обслуживают клиентов. В частности, мы говорим о двух больших направлениях бизнеса. Это всегда корпоративный бизнес, направленный на юридические лица, и это обслуживание клиентов, населения, все, что связано с продуктами, условиями физлиц. Соответственно, сейчас в большей степени я бы хотела поговорить по такой проект, как имена стипендия. Имена стипендия как раз-таки один из проектов, который является результатом показания того, как банк поддерживает молодых специалистов. Вот конкретно, каковы цели этой программы, в чем она состоит, и какие требования у студентов для того, чтобы в этой программе участвовать? Хорошо, давайте я начну, наверное, с описания сути проекта, для того, чтобы было понятно. Во-первых, что это даст участникам, а самое главное, победителям этого проекта, и что как банк получаем мы, потому что, естественно, интерес, он всегда может быть только взаимным. Мы говорим об экономике и о рынке, который существует. Итак, мы приглашаем принять участие в конкурсе по проекту имена стипендия студентов финальных курсов обучения. То есть, если мы говорим про бакалавриат, то мы рассматриваем ребят с третьего курса обучения. Если мы говорим магистратура, то это уже первый курс обучения. Соответственно, в проекте нужно подать свою работу. Работа может быть написана как специально по тематике банка, то есть есть такие участники. Конечно, для нас это более интересное направление. Всегда интересно почитать про свой банк глазами обывателей, окружающих. Есть порой креативная и интересная идея. Но также мы говорим о том, что я понимаю, что жизнь студентов сейчас насыщена. Очень много чего нужно читать, учить, в рамках текущей программы сдавать. Есть и личное время, есть и активность. Поэтому мы приглашаем и со своими сильными работами, с какими-то курсовыми, дипломными, проектными работами. Соответственно, чтобы тоже приходили к нам. Итак, целью является изначально подать свою работу. Мы ее читаем на первом этапе, оцениваем креативность, актуальность, насколько работа написана самостоятельно. Потому что я думаю, что это больная мозоль последнего поколения. Есть Google, есть информационные статьи. Мы также введем верификацию, насколько это собственно созданный труд, а не труд, взятый от кого-то другого. Люди подают нам заявку. Все минимально бюрократично просто. Работа, заявка, заполненная анкета. И в этом случае они вступают в конкурс. Первый этап конкурса проходит заочно. Члены комиссии банка Акбарс по направлениям читают работы, выставляют баллы оценки. Те, кто прошел следующий этап, они проходят в очную переговоры. То есть формат вопрос-ответ. Собирается комиссия. Там сидят только топы нашего банка, то есть ключевые игроки этого рынка, бизнеса, как мы их называем. И мы приглашаем на очное интервью самого студента. Во-первых, чтобы он открылся сам, рассказал о себе, чтобы он представил свою работу и рассказал о своих мотивах. То есть то, что он хочет получить. Студент, который побеждает в этом конкурсе, получает именную стипендию. То есть общий фонд именной стипендии для участника это 30 тысяч рублей. То есть выплачивается она в течение одного учебного года по 3 тысячи рублей ежемесячно. Также студенту, который победил у нас, мы гарантируем прохождение практики и стажировки в банке на интересующую его тему. И тут мы говорим о формате не человек-принтер, когда ты приходишь и проходишь практику в каком-то заведении. А действительно наполнить его работу интересными мыслями. С ним действительно будет заниматься руководитель данного направления подразделения. Уделять ему время. Делать так, чтобы сам человек проникся этой профессией. Понял, примерил на себя, насколько это интересно или нет. И в последующем, естественно, хорошо защитился. То есть он будет иметь потенциал дальнейшего предустройства. Однозначно. Вот тут вот мы говорим о выгоде для нас в качестве банка. Для нас выгода прямая. То есть нам интересно работать со теми студентами, которые в потенциале могут и хотят стать нашими сотрудниками. То есть для нас это такая программа выращивания молодых специалистов. Когда ты методом погружения, при этом инвестируя какую-то сумму рублей. Соответственно, прививаешь и лояльность компании, и интерес к этой компании. И показываешь на практике, как это выглядит. Потому что зачастую самая большая проблема молодых специалистов, которые приходят. Они учились в учебном заведении, приходят, пробуют на практике и кардинально меняют сферу. То есть они понимают, что то, что я учил, на самом деле для меня не подходит. Я хочу чего-то иного. Так вот, эта практика стажировка, она как самоанализ. Она дает возможность раскрыться и для себя, и понять, буду ли я в этой сфере в дальнейшем жить, развиваться, строить карьеру. Поэтому это выглядит... Ну, это действительно очень интересно и полезно для молодых специалистов. Именно поэтому я знаю то, что участниками конкурса становится достаточно большое количество человек, и поэтому и конкурс большой. Вот на что вы обращаете внимание при анализе работ участников, когда оцениваете самого участника? То есть на что следует обратить внимание молодым специалистам? Ну, в качестве рекомендации я, наверное, могла бы дать следующее. Сама работа, в первую очередь, должна быть написана собственноручно, как мы говорим. Собственноручно и собственномысленно. То есть ты должен отразить все то, что ты смог прочитать, узнать, получить в высшем учебном заведении и предложить некую идею. Потому что всегда новые идеи ценятся. Я вижу, как развивается рынок. Наверное, вы видите, сколько у нас идет господдержки технологий и инновации. В частности, для нас это тоже важно. Мы оцениваем новизну идеи, актуальность темы, насколько грамотно изложена сама мысль. У нас нет стандартов, к примеру, которые существуют в высшем учебном заведении. Ну, к примеру, 70 страниц и не меньше. Мы рассмотрим и три классные страницы, в которой очень кратко, лаконично будет описана суть. Самая главная суть – мысль, поддержание фактами и аргументами. Меньше слов – больше дела. Как говорят банкиры, ценим и время, ценим и деньги. Что касается личной оценки, когда к нам приходится искать или наименную стипендию, то тут важно учитывать, наверное, два крупных блока. Первый блок, как мы называем, это профессионализм. У студента, у которого нет практического опыта, профессионализмом, наверное, могут быть только два компонента основных. Первое – это знание, именно знание в рамках той тематики, в которой он защищается. И это значит, что человек должен интересоваться этой сферой. То есть сейчас очень много литературы, очень много различных точек зрения, очень много аргументированных суждений. Эксперты, которые выступают на данную тематику, в этом случае вот твое поле знаний должно быть охвачено комплексно. Направление номер два – сейчас мы видим людей, которые должны не просто быть умными. Я сейчас говорю об уровне IQ, о том багаже знаний, который ты накопил. Очень важно уметь свою речь презентовать. Мы тут говорим о коммуникативных навыках, мы тут говорим о навыках презентации, мы говорим о навыках умения убеждать и аргументировать точку зрения, потому что зачастую на комиссии мы целенаправленно встаем в позу, создаем такую некую ситуацию конфликта и смотрим, как из этой ситуации грамотно может выйти молодой специалист. То есть это одно из самых ключевых качеств в последнее время в переговорах, в любой сфере, в которой бы это ни коснулось. И направление номер два – мы всегда оцениваем мотивацию. В данном случае для нас важна мотивация работы в Банке Акбарс, построение карьеры, желание прохождения практики и стажировки. Потому что, еще раз расскажу, для нас это не просто проект благо социальной поддержки, для нас это проект формирования кадрового резерва. Поэтому очень важно работать с теми людьми, которые хотят также с тобой работать в команде. Александр, спасибо. Стипендия уже существует более 10 лет, с 2004 года. А, естественно, у вас уже есть какой-то опыт оценки кандидатов. И если говорить вот о них, то мы живем в очень быстро меняющемся мире. Как изменился кандидат за это время? Как вот, какие навыки и компетенции он уже приобрел за этот период? Что нового в него? Если анализировать ситуацию, начиная с 2004 года, то есть самое главное, что я действительно веду этот проект столько, и могла наблюдать динамику изменения полноценно по всем этапам ее изменения, я хочу сказать, что активность как была, так и есть. В данном случае студентам интересно принимать участие во всех проектах, которые существуют. Они делают это с удовольствием. Что касается, наверное, моментов неких таких профессиональных личностных, то я бы, наверное, осветила два аспекта. Аспект номер один, опять-таки, связан с интернет-пространством. Сейчас очень много доступной литературы, очень много информации, поэтому зачастую приятно пообщаться со студентом, который подготовился. Раньше это было проблематично, вот если анализировать период до 2007-2008 года, в основном это были учебники. Причем именно учебники с таком вот базовом направлении, и в этом случае подискутировать было сложно. Ты либо признаешь эту точку зрения, либо нет. Сейчас очень много и периодики, и статей, и поэтому студенты, которые приходят к нам, они интересны в плане того, какую информацию они для себя получили, и как они ее транслируют. Это, наверное, одно из первых изменений. То есть качественно другие знания, качественно различные точки зрения на одну и ту же проблематику. Люди апеллируют профессионалами и авторитетами в этой среде. Направление номер два, в котором изменились ребята, это, наверное, благо тому, что сейчас поменялась и система самого образования, которая делает образование больше персонифицированным. То есть не то, что я сижу и записываю в тетрадку лекцию, а то, что мне дают возможность раскрыться. Я очень часто провожу презентации, я в команде создаю проекты, их защищаю. Это видно на том уровне, когда перед комиссией сидит молодой сотрудник, и при этом он отлично коммуницирует, он отлично переворачивает вопросы, он отлично в, скажем так, нестрессовой ситуации может это донести. Поэтому качественно коммуникации очень сильно подросли, очень сильно подросли и навыки презентации. Ну и надо отметить следующее, что чем больше у тебя участия в таких проектах, это сразу можно увидеть по резюме. Как только мы видим галочками достаточно большое количество, пускай ты не выиграл, но каждый твой опыт, когда ты пришел в такой проект, он дает тебе возможность хоть чуть-чуть, но подрасти. Определенный пунктик в своем резюме, он тоже появляется. И самое главное, сейчас молодые люди начинают это понимать, что если у меня за плечами нет багажа практического задания записи в трудовой книжке, то у меня есть вот чем именно козырнуть с точки зрения проектов, которые я реализовал, которые я сделал и которые у меня получились. Слежно. Теперь интересно было бы услышать, в каких направлениях может реализовать себя студент, начинающий специалист. То есть какие направления бизнеса банка наиболее перспективные, актуальны на сегодняшний день? Вы знаете, я, наверное, отвечу больше со структуры, потому что эта тема такая огромная, можно говорить часами. Давайте я вкратце расскажу, кто где себя должен видеть, потому что, опять-таки, человек тоже выбирает для себя то направление, которое ему будет более приемлемо и более понятно. Я грубо разделю работу нашего банка на три крупные составляющие. Составляющая номер один, это наиболее понятное, это работа фронт-линии. То есть под фронт-линией мы понимаем все наши точки обслуживания, в которые клиенты могут зайти к нам ножками, позвонить, обратиться. То есть это те люди, которые работают на удовлетворение потребностей по направлению продуктовой линейки физических и юридических лиц. Отсюда идут кредитные консультанты, специалисты по продажам, кассиры-операционисты, руководители точек присутствия офисов продаж, специалисты, которые занимаются развитием малого, среднего и крупного бизнеса. То есть это все называется одним словом фронт. В этом случае однозначно ты должен иметь экономическое образование, потому что когда ты консультируешь клиентов, тебе нужно понимать и сам продукт, и условия, да элементарно уметь процентно подсчитать. То есть и по вкладам, и по кредитам, когда ты делаешь полный перечень расчетного листа. Соответственно, в этом случае ты должен любить людей. То есть это обязательная коммуникация, которая происходит у тебя каждый день. И в этом случае мы принимаем на работу клиентоориентированных людей. Тех людей, которые умеют искренне улыбаться, тех людей, которые искренне желают выявить потребность клиента, а не навязать какой-то продукт. Это тоже важно в этой технологии. И тех людей, которые, к примеру, в качестве карьерного роста видят себя на позиции руководителя офиса продаж. То есть, как мы называем, это маленький царь-бог, который имеет свой собственный, пускай маленький, но банк. И вот эти люди очень быстро строят карьеру, они очень быстро понимают процессы и могут их понимать от и до. В данном случае на старте мы готовы брать и людей на позицию, и персональных менеджеров. Это люди, которые консультируют клиентам по кредитам, по вкладам, осуществляют операции по пластиковым картам. То есть по всему спектру тех продуктов и услуг, которым обладает банк Акбарс. То есть полный спектр лицензий, которые мы имеем. Однозначно на стартовых позициях мы готовы видеть специалистов по обслуживанию клиентов. То есть для нас эта позиция универсальная. Это человек, который работает и с денежной наличностью, отчасти он бухгалтер, также он консультирует клиентов по простым операциям. То есть это касается комиссионного дохода, это оплата коммунальных продуктов, ЖКХ, штрафов, что стало сейчас популярным, то есть и всех иных направлений. В частности на старте есть позиции клиентских менеджеров, которые работают с клиентами юридических лиц. То есть этим мы закрываем фронт. Дальше есть работа так называемого единого сервисного центра. То есть если бизнес делить на участки работы, то это бэк сопровождения операций. И в данном случае эти люди никогда не работают с клиентами. Это те самые бухгалтера в классическом виде, которые осуществляют те проводки, которые нам необходимы для завершения операций с клиентами физических и юридических лиц. То есть тут нужна внимательность, тут нужна усидчивость, тут нужно, если ты говоришь о том, что ты бухгалтер, знания плана счетов. Если это экономисты, то тут нужно тоже элементарные где-то средние здания математики с точки зрения работами с формулами, всегда приветствуется знание Excel. То есть в данном случае мы говорим Excel, это не умение в табличку забивать цифры, а умение пользоваться формулами, создавать гиперссылки, то есть умение настраивать макросы. Вот в данном случае цена на рынке существенно возрастает. И третий блок, это вот собственно говоря банкиры в чистом виде. Это те люди, которые на самом деле не работают с клиентами, но они создают все то, что не видно. То есть они создают продукты, они создают условия, они занимаются экономическим анализом. Очень много направлений связано с рисковой деятельностью, то есть риск менеджмент, связано с анализом финансово-хозяйственной деятельности, к примеру, юридических лиц, если мы говорим о кредитовании. Большое направление сейчас это андерайтинг и верификация физических лиц, потому что банку важно иметь качественный кредитный портфель, чтобы в нем не было просрочки. Также IT-сфера всегда развивалась и будет развиваться, то есть это, наверное, номер один, то, что сейчас стоит за плечами. Бухгалтерский учет, который никто не отменял. Финансовая деятельность, потому что есть показатели не только макроэкономические, то есть по оригиналу, которые нам нужны. Также очень в последнее время популярна и активно развивается система учета внутренней деятельности, система KPI, которая транслируется на точки присутствия, потому что если смотреть по количеству, чем больше у тебя в штате персонала, тем больше у тебя точек, тем больше ты должен правильно заниматься планированием, распределением, бюджетированием и пониманием тех финансовых показателей, которые необходимы. Я назвала три ключевых блока, и дело в том, что мы с каждым молодым студентом, который к нам пришел и определился, работаем персонально. Дело в том, что на старте, в зависимости от твоих знаний, твоих умений, тому, как быстро мы вас готовы научить, у нас всегда будет альтернатива, что предложить. Самое главное, не бояться отправлять свое резюме, в этом случае оно обязательно будет рассмотрено, вы будете приглашены на интервью, и вместе с профессиональным HR, который, может быть, где-то поможет и на первом этапе подскажет, будет принято решение. Я думаю, точно есть где себя реализовать, и молодым специалистам, и тем, кто уже в сфере этой работает. Интересны карьерные перспективы специалистов, насколько гибким является процесс перехода с одного направления на другое. Есть ли такая возможность? Если говорить о квалификации персонала, то каковы их возможности в область повышения своего уровня знаний и квалификации? Хорошо, большое спасибо за вопрос. Давайте я начну с внутренних школ обучения. То есть технически на базе службы персонала существует центр оценки развития. То есть называется он так неспроста, потому что сначала нужно оценить, на каком уровне ты находишься, то есть какие компетенции у тебя существуют, а дальше уже заниматься развитием. В данном случае у нас есть программы и внутреннего кадрового резерва, то есть в рамках конкурса наши сотрудники туда попадают. Им создается так называемый ПР, это индивидуальный план развития, который способствует тому, что через определенное время ты окажешься на качестве на другой точке. Так как банк большой, и я вам рассказала три крупных блока, то в данном случае очень важно оценить, какого роста хочет сотрудник. Потому что неправильно понимать, что все люди хотят стать генералами. И в этом случае интерес составляет только горизонтальные, либо вертикальные направления. Дело в том, что очень часто изменение карьерных таких лифтов, оно происходит и в межфункциональном взаимодействии. Ну, к примеру, до этого я была классным кредитным специалистом, работала на фронте, я накопила знания относительно нормативной базы, у меня есть знания, связанные с самим кредитным продуктом, у меня есть знания с тем, какую потребность мне высказывали клиенты. Так вот, это не значит, что я хочу расти, к примеру, руководителем офиса продаж. Это значит, что я те знания, которые я накопила, хочу качественно перенаправить в другое русло. Тут я могу быть и аналитиком, и разработчиком этих кредитных продуктов, где-то маркетологом, я могу уйти в сферу нормативного создания этих документов, либо я могу уйти в риск-менеджмент для того, чтобы блокировать некоторые сигналы, которые не требуются для развития коммерческого банка. Поэтому тут есть очень большая динамика, то есть мы сами заинтересованы на то, чтобы наши сотрудники в первую очередь переводились на интересные позиции. По процентному соотношению, конечно, есть куда стремиться. С другой стороны, чем больше штат компании, тем больше сотрудников, тем больше возможностей есть на старте. Ну, к примеру, если ты компания из 8 человек, то ты понимаешь, что тут, наверное, что-то должно произойти, кто-то должен уволиться, я не знаю, найти новое место работы. И когда ты работаешь в крупной компании, то получается, периодически создаются новые подразделения. То есть новые модные подразделения, новые нужные подразделения. И тут всегда в эти подразделения мы в первую очередь обращаемся к своим. То есть очень гибкая ротация кадров происходит в банке, да? Да. Елена Александровна, вот в нашей студии много специалистов было, в том числе из банковской сферы, брокерских домов. И все мы задавали актуальный вопрос. Это технологии. То есть, как мы видим, интернет-банкинг, он меняется, развиваются смартфоны, интернет и так далее. Вот с вашей точки зрения, как вы оцениваете изменения традиционного банкинга? Преобразовываются ли финансовые институты? И каких изменений стоит ждать в дальнейшем будущем? Ну, вопрос на самом деле очень актуальный, он очень правильный. Я думаю, что сейчас не найдется ни одного гостя, который станет сопротивляться тем сферам IT и диджитал-пространству, которые захватывают всю нашу повседневную жизнь. В любом случае, это как любая трансформация. Станет ли банк динозавром, который в один день взял и умер, конечно же нет. Поменяет ли он лицо? Однозначно да. И мы тут должны понимать, что банк станет более информационным. Мой прогноз, я думаю, что он не отличается от всех остальных, это произойдет ровно тогда, когда текущее подрастающее поколение станет бабушками и дедушками. И вот когда эти бабушки и дедушки будут для себя принимать решение не приходить в банк и не смотреть на кассира клиента, обслуживающего, а при этом пользоваться смартфонами, информатами, банкоматами, я думаю, уже 3D-голограммами к тому периоду, который будет появляться в твоей квартире, то в данном случае мы можем говорить, что банк кардинально изменится. Пока у нас с вами, я думаю, в запасе 50-60 лет для того, чтобы прийти к этому полноценному виртуальному пространству. Что это значит? Это значит следующее, что, конечно, на фронте, о чем я говорила, людей станет меньше. То есть это значит, что тебе не нужен персональный менеджер, чтобы с ним поговорить. У тебя есть программа, у тебя есть личный кабинет, настраиваемый под твою модель, под твое поведение, под твои интересы. С другой стороны, всегда нужно не забывать о том, что если ты не видишь кого-то, то за этим еще большая работа, которая стоит. И в этом случае это еще больше юридической практики, потому что гораздо сложнее сопровождать этот процесс с точки зрения направления юриспруденции. Это существенно сложнее сопровождать с точки зрения IT-направлений, то есть это и разработка, и сопровождение программного обеспечения, это и техподдержка, которая нам необходима в обязательном порядке, это и более иное направление экономической деятельности. Вот тут больше маркетинга, тут больше экономического анализа, тут большая работа со спросом, с предложением, и большая задача, наверное, по такому понятию экономическому термину, как проникновение продукта. То есть в данном случае ты анализируешь всю воронку потребностей твоего клиента, вот, к примеру, зашли вы в интернет, загуглили необходимость приобретения себе квартиры, и вам банк автоматом сразу в персональный кабинет присылает приглашение, что вам одобрен кредит на такую-то сумму рублей. Пожалуйста, с новосельем, подарим вам сертификат и что-то другое. Я думаю, что это не сказки, то есть это однозначно вопрос нескольких десятилетий, к которому мы придем, и поэтому банк станет иным, и качественно иным, и по потребности иным. Мы это оценим далее. Елена Александровна, большое спасибо за содержательный ответ и за интересное интервью. Благодарим вас за то, что пришли к нам в студию. Спасибо. Спасибо, что пригласили. Рада была с вами пообщаться. На этом наша программа подошла к концу. У нас в гостях был начальник отдела подбора персонала Акбарсбанка, Петру Елену Александровну. Да, Елена Александровна, большое спасибо за интервью. На этом наша программа подошла к концу. До свидания.